Славянская власть работает по-другому. Есть два понятия процесса вокруг нас, понимание процесса. Это идеалистический подход и материалистический подход. Идеалистический подход, это когда мы говорим добро, всегда побеждают зло, что мы вот эту несправедливость глобальную победим. Мы не отдаем себе отчет, почему это так, как именно это будет происходить. Мы просто верим во что-то идеальное, наши взгляды идеалистичные. Они, если хотите, наивные, они лишены будущего, потому что власть пользуется отсутствием сознательности в нашей позиции в данном случае и манипулирует вот этими идеалистическими вещами, навязывая на те или иные опасности, угрозы, врагов каких-то эфемерных. Есть материалистический подход, когда мы пытаемся осознать, а как работает эта система, как именно вот это функционирует, почему этот процесс именно вот такой, что было причиной этого всего. И с точки зрения материалистического подхода мы с вами должны осознать, что такое в принципе парламентаризм. Парламентаризм это механизм сохранения господства класса, который сегодня правит нашей страной. Ну и есть хозяева, а есть наемные работники. Так уж общество разделено. Это огромные группы людей. Одна несопоставимо больше, другая значительно меньше, но она очень четко очерчена. Так вот, сегодня вот этот класс хозяев, господ, буржуазий, капиталистов, неважно, как угодно их называйте, смысл от этого не изменится. Вот он сегодня путем парламентаризма сохраняет за собой господство. Он навязывает свою волю остальной массе населения. И вот эти две массы, они постоянно друг с другом грызутся. Государство, по мнению идеалистов, примеряет их, устраняет противоречия. Это не так. Государство подавляет. Один класс при помощи государственной машины подавляет другой класс. Посредством чего? Посредством закона, в котором отражается воля вот этой группы хозяев. Те, кто из вот этой огромной массы наемных работников не хочет подчиняться воле хозяев, которая отражена в законе, те садятся в тюрьму, чтобы вы понимали. Потому что эту волю заставляет выполнять аппарат вооруженных людей. Полиция, нацгвардия, росгвардия, суды, прокуратура и так далее. Так вот, мы с вами должны понять, а как власти сохранить вот это политическое господство, законодательную власть, которая эти законы принимает. Ведь если она не озадачится этим вопросом, то даже пройдут люди недовольные. И тогда они потеряют все. Эти недовольные люди примут законы и к черту матери отправят их на свалку историю. Как это было в 1917 году приблизительно. Так вот, я вам скажу, они придумали парламентаризм, при котором происходит территориальный принцип выдвижения депутатов. Условно говоря, есть вот заводской район города Саратова, и вот он выбирает себе депутата. Естественно, люди депутата не знают, потому что они ни разу в жизни его не видели. Какой там человек, который вдруг захотел стать депутатом. А как он добьется того, что за него проголосуют? Он добьется путем наличия больших денег у него. Он купит себе самых лучших пиарщиков, они придумают лучшие листовки, лучшие рекламные ролики. Они оплатят время на телевидение, на радио. Все будут крутить целых полгода информацию об этом кандидате, и все будут его знать. А есть альтернатива. Напротив него есть честный человек, порядочный, который работает на заводе. Или просто он студент, он правильно смотрит на мир вокруг нас. Он видит проблемы, он хочет их решить. Но о нем никто не знает. Просто потому что у него нет денег. У первого человека есть деньги, или напротив, у него нет денег, но у его хозяев есть деньги. Он, знаете, как актер такой, направляется туда, в парламент, и будет выражать волю своих хозяев, которые ему оплатили эти выборы, и ему сделали безбедную жизнь, чтобы он со своей совестью сильно не ругался. Так вот, вот этот парламентаризм приводит к тому, что в парламент проникают люди определенных взглядов. Это очень богатые и влиятельные люди. Вы мне можете сказать, Бондаренко, ну а ты тогда что там делаешь? У тебя тогда кто родители, да? Как ты туда попал? Туда, безусловно, будут попадать такие люди, как я. Но они будут там исключением из правил. То, что основная масса, будет люди, как мы сегодня видим, до 37 членов Единой России, и 5 коммунистов. Вот хоть лепешку разбейся. Но порядок вот такой, и он всегда такой. Лишь до того случая, пока общество не поймет, что нужно, собственно, этому противодействовать. Объединиться очень трудно, потому что у них-то власть, у них законы, они нас будут лишать избирательных прав, они будут нам палки вставлять электронными голосованиями или досрочками протяженностью в неделю. И вот как хочешь, попробуй себя защитить. А помимо этого будут говорить, что оппозиция ничего не делает. Ну и что там сидит этот Бондаренко? И что он сделал? Ничего он не сделал. Поэтому не выпендривайся, сиди дальше на своей кухне. У тебя, в конце концов, альтернативы. Нет. И вот такими приемами нас будут с вами сбивать с толку. Поэтому парламентаризм, в понимании, которое вы озвучили, что он должен отставить права людей, да и ничего подобного. Он должен отставить права хозяев. На уровне муниципалитета города, на уровне региона, на уровне федерации. В зависимости, какие хозяева, да, какие их масштабы. Если здесь вот внизу, то есть какое-нибудь строительное лобби. И строительное лобби заинтересовано, что у них были свои лоббисты в Думе. Депутаты, которые будут плевать на интересы граждан. Которые будут, значит, каждый парк пытаться застроить. Или вместо поликлиники построить 18-этажный дом. А почему нет? Это выгодно, это бизнес. Для них это миллиарды и доходы. А интересы граждан в данном случае никого не интересуют. Поэтому не надо идеалистично подходить к этому вопросу. Нужно менять, значит, систему, а не фамилии. В данном случае порядок выдвижения депутатов. Чтобы у нас на выборах побеждали не те, у кого богат, не те, кто богаче. Не те, у кого больше ресурсов, да, которые могут там купить себе лучше эфирное время. Остальным это не по карману. Мы должны добиться равенства всех участников. И история видела такие примеры. Мы об этом много говорим. И понимание этого процесса абсолютно есть. Продолжение следует...